Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 по GMT выступление главы Центрального банка Германии Нагеля. Я считаю, что это событие точно не стоит упускать из вида, потому что Нагель является одним из основных и ключевых соратников Кристин Лагард. И в целом его точка зрения, она может совпадать с точкой зрения Кристин Лагард касательно перспектив европейской монетарной политики. И, безусловно, Нагель коснется в том или ином формате того, что может произойти с ключевой процентной ставкой в целом в еврозоне, учитывая тенденцию на значительное снижение и ослабление инфляционного давления. В 9.00 будем ждать индекс бизнес-оптимизма от IFO, релиз, который, скорее всего, после последних данных по производственному сектору снова разочарует. Поэтому, в целом, у нас бэкграунд в виде новостей, которые могут усилить развитие нисходящей динамики по европейской валюты. Тем более, что на евро сейчас в первоочередном порядке давит укрепляющийся доллар. Американская валюта довольно быстро вернулась к максимуму, который мы наблюдали до заседания Федрезерва. И сейчас уже претендует на движение выше 104 пунктов. Я полагаю, что в рамках оставшихся часов этой торговой сессии и, соответственно, недели покупатели смогут решиться на то, чтобы забросить инструмент выше 104 пунктов. И начинать следующую неделю с данного рубежа будет вдвойне приятно, потому что будем готовиться уже к новым макроэкономическим отчетам. Будем дальше анализировать перспективы американской монетарной политики и, надеюсь, также верить в то, что текущий рост – это только лишь начало. И перед тем, как мы подберемся к июньскому заседанию, мы сможем собственными силами затащить доллар на куда более высокие ценовые значения. И еще одно важное событие – это выступление Джерома Пауэлла в 13.00 по GMT. Несмотря на то, что это Пауэлл, я все-таки считаю, что сейчас у него нет возможности опираться на какие-то дополнительные новые фундаментальные отчеты, которые вышли после заседания Федрезерва. И в лучшем случае мы услышим повторение той риторики, которая нам уже известна со времени его последней пресс-конференции, за которой мы наблюдали вечером в среду. Теперь по порядку. Индекс доллара – 103.89. Как уже отметил, мы вернулись к локальным максимумам. Я думаю, что это еще не предел. Рост продолжится. Укрепление позиций американской валюты является следствием пересмотренных прогнозов Федрезерва по экономическому росту США в этом году с 1,4% до 2%. И сам факт того, что экономика останется перегрета, конечно же, заставило все это Федрезеру логичным образом пересмотреть прогнозы по инфляции. Теперь она ожидается на отметке 2,6% с 2,4%. Касательно количества потенциальных снижений ставки в этом году по-прежнему 3. Мы, собственно, не рассматривали другой сценарий. Но если инфляция будет устойчива, не просто демонстрировать признаки стабильности и консолидироваться вблизи текущих значений, а продолжить уходить на новые уровни, я думаю, что американский регулятор может все-таки отказаться от стратегии трех снижений ключевой процентной ставки и ограничиться лишь двумя. Но это все, опять же, спекуляции, разговоры и прогнозы на будущие периоды. Нам лучше сейчас сфокусироваться на том, что есть прямо на данном этапе. Вероятность снижения ставки в июне чуть-чуть подросла, сейчас составляет 69%. Но июньское заседание не скоро, очень многое может измениться. Но даже если ФРС все-таки созреет на вот это решение в ходе летнего заседания, я полагаю, что до июня мы сможем увидеть доллар на гораздо более высоких ценовых значениях. И из релизов, которые были опубликованы вчера, все эти факторы – дополнительная поддержка для курса американского доллара. Заявки первичные – 210 тысяч, точнее, на прошлой неделе прогноз предполагал рост на 212 тысяч. Еще раз, пока количество первичных заявок в рамках недели держится ниже 220 тысяч, мы смело говорим о том, что сектор прогрессирует. Индекс ПМА производственного сектора рост с 52,2 до 52,5. Сфера услуг здесь тоже восходящая динамика с 51,7 до 52,3. Хотя, прошу прощения, по сфере услуга говорилось, снижение с 52,3 до 51,7. Но, в сути дела, это не меняет, потому что индексы держатся выше 50 пунктов, и это позволяет говорить о том, что сектора растут и восстанавливаются. Я оптимистично настроен, что в отношении американской экономики, что в отношении тех, кто уверен в том, что инфляционные риски в американской экономике сохранятся. И, конечно же, я оптимистично настроен касательно американского доллара. Поэтому, даже после заседания Федрезерва, когда американская валюта перешла к рейсскому снижению, я вас предупреждал, друзья, что каких-то фундаментальных оснований для этого нет. И доллар могут очень быстро выкупить, что, собственно, и произошло. Золото 2173 доллара за тройскую унцию. Опять же, очень своевременно был шорт на тех локальных максимумах, которые были достигнуты по итогам заседания Федрезерва. Соответственно, короткие позиции сейчас в приоритете. Буду ждать дальнейшего снижения в район 2150 долларов за тройскую унцию. И там уже продолжать добирать эту короткую позицию. Потому что, думаю, что золоту будет очень трудно сейчас противостоять такому натиску со стороны американского доллара. Да и доходности американских облигаций за медленные снижения. Сейчас болтается в районе 4,25%. А при такой динамике роста доллара уверен, что на следующей неделе мы можем снова заговорить о потенциале их роста в районе 4,3%. Европейская валюта 1,0830. Камнем летит вниз главный валютный риск. Данные по производственному сектору еврозоны разочаровали. Снижение со 46,5% до 45,7%. Производственный сектор Германии тоже подвел 41,6%. Индекс снижения со 42,5%. Сфера услуг. Здесь значения оказались лучше. Но если подытожить эту статистику композитным индексом, который объединяет производственные секторы сферы услуг, здесь, к сожалению, тоже индексы остаются ниже 50 пунктов в зоне спада. Отсюда, опять же, потенциальные разговоры о том, что экономический спад – это проблема, которая все еще актуальна для еврозоны в целом. А для рецессии, точнее для Германии, там и вовсе уже были зафиксированы проявления рецессии. Сегодняшние данные – Айфо и выступление Нагель. Я думаю, что статистика Айфо, которая оценивает как раз бизнес, оптимизм, скорее всего разочарует. И Нагель может допустить возможность того, что Европейский Центральный Банк, реагируя на все вот эти слабые экономические условия, пойдет на более раннее смягчение экономической политики. Поэтому жду закрепления пары евро-доллар ниже отметки 1,08. Британская валюта. Уже третий раз подряд торговля на новостях в ожидании конкретного исхода не оправдалась. Поэтому сейчас нужно признать, что на фунт сильно давит укрепляющийся доллар. И лучше с этим инструментом пока дела не иметь. Хочется, конечно же, сейчас заширотить так же, как и другие рисковые инструменты. Но я предлагаю сегодня уже дождаться, посмотреть, как фунт завершает эту неделю. И на следующей неделе вернуться к фунту с оценкой еще рыночного сантимента. Доллар иена 151,60. Здесь я вынужден сделать акцент на рыночный сантимент, потому что таких значений, честно говоря, никогда не видел. 85% трейдеров сейчас находится в коротких позициях и лишь 15% в длинных. Несмотря на то, что фундаментальный фон решения Банка Японии отказаться от отрицательной процентной ставки. И даже данные по инфляции, которые вышли несколько часов назад, общий индекс потребительских цен вырос с 2,2% до 2,8%. А базовый индекс потребительских цен скорректировался с 3,5% до 3,2%. Даже несмотря на то, что жесткая монетарная политика и потенциальные дальнейшие действия Банка Японии по разгону ставки должны, по идее, способствовать росту иены. Мы сейчас видим то, что в этой валютной паре сидят покупатели. И несмотря на риск валютных интервенций, о которых ранее предупреждал Банк Японии, наверное, при таком сантименте все-таки нужно рисковать. Если вам интересны такие рисковые сделки, я предлагаю эту валютную пару рассмотреть как кандидата на покупку с целями 153 иены за доллар. И там уже точно будем фиксироваться и ждать, наверное, вмешательства со стороны Минфина и Центрального банка, потому что там уже будет зона, когда чрезмерное спекулятивное давление на иену будет ограничиваться помощью со стороны национальных властей. Ну, об этом уже поговорим на следующих брифингах. Американский фондовый рынок в соответствии с прогнозом новые максимумы 5305 по S&P ждем дальнейшего роста. И биткоин постепенно восстанавливается, правда, восстановительная динамика за последнюю сессию несколько замедлилась, но я думаю, что будут сюрпризы на этих выходных. 66,200, цель прежняя 70 тысяч, и пока что в ожидании халлинга идем на новые исторические максимумы. И по рынку нефти в преддверии выходных рекомендую уже зафиксироваться, посмотреть за тем, как на нефть повлияет ситуация с долларом под конец этой недели. В следующей неделе снова вернемся к обзору и анализу данных по запасам. И если найдем основания для продолжения роста, собственно, будем снова топить за длинные позиции. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошего закрытия недели и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok